Доброго времени суток, друзья! Это RomulusTV, и мы продолжаем прохождение Medieval 2 Total War за Византийскую Империю. В предыдущих ходах мы сумели добыть стратегическую инициативу, захватив такие селения, как Антиохия и Коний. Но мы не остановимся на этом. Нам необходимо готовиться к серьезному штурму каких-нибудь египетских городов, иначе Египет будет задолбывать нас постоянно. Все возможности наступления на наш провинцию должны быть отвергнуты. Где бы еще, возможно, было строительство... Да, вот это могут сейчас у нас проблемы с религией начаться. Ну что ж, мы готовы снова пропускать ход и продолжать наше победоносное шествие. Три девятьсот... Ух ты! Ха-ха! Смотрите, практически на четыреста монет мы сразу прыгнули... ...в доходе Константинополя. А это ежегодно. Эта сумма будет постоянно прибавляться к нашим доходам и обеспечивать нас всем необходимым. Ну, единственное, Византию нужно развивать. Главный город Константинополь обязан просто развиться, но в первой очереди. Поскольку город-то будет ближайшей целью всех мусульманских походов. Все джихады будут направлены на Константинополь. После падения ордена храма, просто кроме нас, ближайших противников у Турции и Египта не будет. Мы терпим поражение, но не страшно. Нам не жалко потерять этих юнитов. Так уж. Никея. Безусловно, мы тебя прокачаем. Константинополь. Давай-ка, дружок, развивай башни. В Никее у нас уже есть постройки. И в Афинах мы построим мастерскую корабельщика. В Родосе мы построим рынок. Ну, и все прочее в кредиты мы будем строить на развитии или земли, или торговли. Бухарест. Давай, радуй нас новым портом. Деррахи порадуют нас. Пока ничем не будет радовать. В Абидосе я хочу видеть трактир. В Кафе мы построим склад. Портовый склад даст нам хорошее преимущество. В Житомире у нас будет городской совет. Нужно дотянуть это селение до финальной стадии. Хотя бы один из отрядов, а может даже не один, нужно перевести в разряд стрелкового ополчения. Зак. В Скопье мы будем строить рынок. В Рагузе опять-таки. Начнем развивать торговлю. В Загребе также будем развивать торговлю. Смотрите, под нашим управлением город фактически в два раза увеличил свой доход. Иконий. Дружок, давай-ка ты, наверное, будешь строить башни. У нас где-то здесь был флот. Где же этот флот? Вот наш флот. Мы подведем его к новому месту расположения. И подготовим наступление на наше селение. На наше новое египетское селение. Так, еще один священник и купец. Купец какой-то молодец. Добавил как-то хлопок. Ну, все заладилось. Все хорошо. Перебьем морскую торговлю Иерусалиму. Нечего развиваться в условиях войны этим городам. Вот перейдут под наш контроль. И, пожалуйста, доведем эти города до своего пика. И будем править. Орден храма все же не дал вернуть под свой контроль те города, которые представляли для нас первоочередную угрозу. Египет все-таки теряет часть своих сил на сражении с орденом храма. За это мы обожаем нашего союзника. Ну, реально понимаю, что придется захватить и это княжество, и это королевство. Без этого нам не победить в этой войне. Гильдия воров нет. А где ее? Так, разрушаем все гильдию, кроме торговых. Корнифр, Никосия. Пусть это будет морская торговля. В Белграде можно заказать в перспективе рынок. А в Аталии ничего мы не будем заказывать. А ЗАГ будет штурмоваться. Наиболее слабые отряды нужно вернуть в боеспособное состояние. Фух, благо золота у нас хватило хотя бы на эти действия. Так, мини-вторжение мы остановили. Сколько у нас здесь юнитов? Еще 6 юнитов нужно добавить. Давайте, 6 юнитов. Вот таких вот. И будем захватывать вот эту вот крепость. Переобучаем все, что можно. Ну что ж, дорогая моя Анкара, когда же ты перейдешь под наш контроль? Сплю и вижу уже, который ход. 81% Ты до сих пор не под нами. Ну, обижаешь, обижаешь. Так, мы готовы пропустить ход. Субтитры делал DimaTorzok Убийцы пришли штурмовать наш город Азак. А также тьму таракань. Негодяи какие. Да, наши правды идиоты. Нападать такими силами на наши города. Это то же самое, что с луком, мечом и щитом пытаться воевать против современных армий. Хотя нашу армию нельзя называть современную. У нас банальное ополчение первых уровней. Но в защите это ополчение способно достаточно хорошие поступки совершить. Давайте сведения карт. Ну, хоть за 500 золотых. Купите у нас. Не жадничайте. Да, никудышние из вас дипломаты вводят. Азак. И тьму таракань. Зачем нам эта гильдия? Дайте нам лучше гильдию торговцев. Иконное ополчение и все преимущества будут при нас. Здесь нужно ускорить рост города. А здесь мы построим учебный плац. Плац. В Синопе мы завершим развитие рудников. В Антиохе мы построим, наконец-то мы построим монастырь. Хорошего размера. Так, что касается этого селения. Что мы здесь можем сделать? А мы можем его с наскопы захватить. Практически здесь некому оборонять это селение. Каких-то жалких два отряда. Вот есть какой-то арабский флот. Ну вот, утилизируем мой арабский флот. Что ж, нужно готовиться к штурму. На этом... Нет, наверное, через ход. И здесь тоже через ход противник будет нас атаковать. К моему удивлению, Византия, сумев овладеть Венецией, еще не подвергается нападению со стороны, как Венецианской республики, так и Священной Римской империи, да и Сицилии. На этой территории они явные фавориты, но... Главная торговля находится в наших руках и связана с нашими селениями. Намьета уже вошла в состав нашей империи. На этом ходе мы сможем захватить это селение. Странных каких-то женихов нам предлагают. То за 50, то за 40. Нам нужен молодой, сильный полководец. Способный создать большое количество потомства. Способный на долгую жизнь. Ох, это хорошая новость. Наконец-то наш город достиг своего пика. Так, Фессалоник. Давай же завершим. Хотя нет. Наверное, построим мы поле всего оборота. 1% это медленный рост. Адрианополь. Давай мащеные дороги. В Ясах мы построим тоже дороги. В Вадне мы также будем строить, но не дороги, а построим мы орошаемые поля. В Рагузи мы уже заказали, что хотели. В Ираклионе мы построим дополнительный грузовой причал. И... Все. Мы заканчиваем... Что? Ни хрена себе. Что это за беспредел? Одинаково 30% везде. Да. Уже... Неплохой уровень сложности дает нам... Неплохой уровень ереси религиозной. Стоило только попустить хотя бы одного священника, уйти в ересь. И тут... На нас напали практически со всех сторон. Да. Ну, ничего. Ничего страшного в этом нет. Мы будем захватывать Дамьен. Дамьета, ты будешь нашей. Так-так. Ну, что ж. Два главных отряда подходят за ними. И за каждым мы ставим еще по два отряда. Начинаем штурм. Большие силы нам не нужны для штурма городов. Ну, вот еще можем ворота. Башни все же могут спалить. Большой99-14 reality sagen 윤чиков. Большой на этот же кульсин. Большой на этот дендельный арабский. day one online. Большой на их местности. Где тыatta? Ну,置 position. día� 2500 families. П virginity Festival. Она устанавливает lore. Так, еще подкрепление. Четыре наших отряда сразу прорвут. Так, врагу уже не удержать этот город. Нападаем всеми имеющимися силами на врага. И продолжаем крушить. Крушить его ряды. Враг уже пошатнулся. Хотя и мы потеряли 7% нашей армии. Но это героическая оборона. Пора бы хотя и в малом числе, но все же оказывать нам достойный отпор. 21, 20. Давайте, братцы, заходим в их селение. Наверное, пару минут нам нужно будет отдохнуть. Мы обессилевшие. Нет. Враги не дают нам такой возможности. Придется рубить. Так, на помощь отправим конницу. Походу наши юниты могут даже побежать. Придется рубить. 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 Так, а вот наша доблестная конница. Хотя конница и наемная, но это не ослаблять ее возможности. Все, полководец арабов мертв. Все, победа за нами. 188 солдат мы потеряли в этой битве. Битва была достаточно. Опять же мы сумели взять вверх и наказали нехороших наших врагов. Уничтожим единственный отряд, находящийся на нашей земле. Да уж, огневое превосходство на нашей стороне. И от большого отряда уже ничего не остается, кроме хороших воспоминаний. Все. Ну, потеряли мы 5% лучников, 20 солдат. Ну, зато 29 врагов убили. Так, так, дорогие, дорогие мои, мы продолжаем. Безусловно, мы казним каждого, кто попытается... ...обидеть нас. Орден храма, похоже, окружает нас со всех возможных сторон. Что ж, соберем еще одну армию. И захватим какое-нибудь селение. По-быстрому. Заканчиваем переобучение нашей армии. Нужно постепенно готовиться к захвату городов-мятежников. Не мятежников. Хотя мятежников? М-м-м, интересно. Правда, что ли? Нет, египтян. Да, повелся я. Так, так, так. Что ж, дорогие друзья, это был Ромалус ТВ. Благодарю вам за ваше внимание. Оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь. До следующей серии.